Ежегодно стационарное лечение в стенах Брестской Центральной городской больницы проходит порядка двух тысяч человек. Это люди, которым на амбулаторном этапе медики помочь не смогли. Кроме того, 75% из них необходимо хирургическое вмешательство. Им диагностируют такие заболевания, как катаракта, глаукома и другие не менее серьезные глазные проблемы. Такая печальная статистика легко объясняется специалистами. Глаз не изолирован от всего организма. Это, конечно, связано с ростом заболеваемости с сахарным диабетом. Сердечно-сосудистыми заболеваниями и артериальной гипертензией. То есть это напрямую связано с этими проблемами, которые отражаются на глазу. И поэтому абсолютно пропорционально рост данной патологии связан с ростом сахарного диабета в основном. Врачи отмечают, что если в вашей амбулаторной карте есть хотя бы один из вышеперечисленных недугов, стоит обратить пристальное внимание на свое зрение. Ведь лучше выявить заболевание на ранних стадиях, когда еще есть возможность не только приступить к лечению, но и вернуть способность видеть. То, что касается хирургических вмешательств, на сегодняшний день это уровень неплохой. У нас наше оборудование современное позволяет проводить операции бесшовно. Это факоэмульсификация катаракты с малыми разрезами. То есть большинство из них выходит с достойным зрением, способным читать, водить автомобили, возвращаться к работе профессиональной. Многие даже водители проходят такие процедуры и возвращаются в свою профессию. Квалифицированные врачи и современная техника – залог успеха в лечении. В этом убеждена брещанка Галина Абраму, которая на протяжении 7 лет ежегодно проходит стационарное лечение в офтальмологическом отделении Бресской центральной городской больницы. Диагноз серьезный – глаукома, о котором женщина узнала случайно. Учете по главкому уже 11 лет. Просто-напросто померяли глазное давление, оно было высокое, и без лекарств не снижалось, уже постоянно надо капать. А потом мне эти капли не стали помогать, надо в стационар. Поэтому делают уколы, виски под глаза, но и капельницы. Я выхожу из больницы, я себя полгода чувствую лучше, лучше вижу, а потом уже опять начинают плохо видеть, уже туманно, и надо опять ложиться. Да, пациентам офтальмологического отделения Бресской центральной городской больницы оказывается медицинская помощь согласно всем современным стандартам. Подтверждают это и технические возможности для лечения, которые здесь находятся. Новейшее оборудование позволяет проводить любые виды диагностики и лечить патологии сетчатки, роговицы и стекловидного тела. Такой спектр возможностей впечатляет, но врачи акцентируют, что не стоит запускать болезнь до состояния, когда без хирургического вмешательства обойтись невозможно. Человек в силах самостоятельно предотвратить развитие болезней глаз, и для этого необходимо лишь соблюдать простые правила. Какие? Ответ такой банальный. Первый пункт – это здоровый образ жизни. Что называется? Больше витаминов, правильное питание, отказаться от вредных привычек. То есть, по логике, то, что у нас является фоном для развития этих болезней – артериальная гипертензия и склероз сосудов. Все, что играет профилактическую роль в избежании этих проблем, оно, соответственно, и поможет нам немножко затормозить.